Ангелиночка, дорогая, доброе утро. Доброе утро. Сегодня ты моя ранняя пташка на отзыв, которая просилась на отзыв. Терпение, чтобы тебя услышали. Тебе хотелось очень сильно что-то выразить после нашего сочинского ретрита. Поделись, пожалуйста, что это было. Да, наверное, вот у меня такая пришла главная идея, что все вопросы, которые я задаю, у меня на них на все есть ответы. И я сама такой вот автоном, который знает все, в котором есть все. И я не могу ничего взять, потому что все есть во мне. Вот у меня внимание на этом ретрите развернулось на 180 градусов со внешнего мира на внутренний. И вот сегодня я даже анализировала, лежала, я понимаю, что я уже сама начинаю что-то видеть, сама начинаю чувствовать, что любой вопрос, который у меня возникает, я сама на него могу дать ответ. И мне не надо там спрашивать у Светы, еще у кого-то где-то искать ответы, что все вот здесь оно во мне. И оно так красиво раскрывается, оно вот просто вот плещет из себя. И такие, конечно, состояния великолепные. И все, что не происходит, вот даже какие-то моменты там приятные, неприятные, ты реально понимаешь, зачем это, куда это дальше приведет. Ну, то есть у тебя и такая ясность раскрылась. Это сложно вот именно передать словами, но ты все знаешь, ты все чувствуешь, ты видишь все, что происходит вокруг, все продолжение тебя. Вот такое... У меня изначально был запрос пойти в глубину, и я сначала эту глубину пыталась у Светы как-то клещами вытащить. Вытащить. Да. А оказывается, что глубина, она не про Свету, не про вообще что-то снаружи. Глубина – это вот пойти в себя. И там просто раскрывается бесконечность такая. И у меня очень ценна наша с тобой беседа, потому что мне хотелось бы с тобой поговорить, как с человеком, который был на ретрите на Алтае. Да, смотри, ты была на Алтае, а потом ты приняла решение через, получается, три месяца приехать в Сочи и продолжить на Красную Поляну. То есть, знаешь, очень часто люди говорят, ну что, это какая-то зависимость теперь уже от этого мастера, что мы будем так все время ездить, а что, надо и на второй ретель приехать. Как бы ты вот это могла прокомментировать уже с позиции человека, который приехал на один ретрит, затем на другой ретрит? То есть, зачем? Ну, изначально я сразу сказала, что поеду на второй ретрит, потому что мне именно понравилась вот эта вот атмосфера, вот это вот общение с людьми. То есть, я там полюбила всех людей. И вот это вот состояние, ну, какой-то сплоченности. И ты видишь в каждом себя, видишь в каждом такую красоту. Вот чисто только ради вот этих ощущений я сказала, что поеду на второй ретрит. И второй ретрит, и вот Красная Поляна, они, ну, оказались точно такими же наполненными в том плане, что ты в коннекте с людьми, ты каждого чувствуешь, ты каждого любишь. И вот такое вот, ну, поле любви создается, что ли. И просто побыть вот в этом поле, это даже независимость от мастера. Ты просто понимаешь, что тебе классно быть с единомышленниками, тебе классно быть с вот этими людьми, потому что каждый здесь. Это какая-то бездна и глубина. Тут собираются очень особенные люди. Тут нет никого лишнего. Тут каждый тебя настолько дополняет и вскрывает. Ну, а все-таки, если бы мы с тобой описывали процессы, да, то вот прошел был первый ретрит и прошел второй ретрит. Как это все объединить вообще? Ну, это сложно. И чем они отличаются? Да, это сложно объединить, потому что они тотально разные для меня оказались. То есть если там на первом ретрите конкретно была проработка какой-то понятной для меня ситуации, да, и меня очень сильно расширил первый ретрит, и приехав на второй ретрит уже в новом состоянии, я не могла вот, ну, я пыталась вначале поставить себя в те же шаблоны, не знаю, в такое же состояние, как я была на первом ретрите, но я понимаю, что здесь совершенно другая глубина. Тут уже больше не про какие-то ситуации, тут уже больше про себя, вот про то, как пойти в себя. Вот. И, ну, то есть, я так понимаю, с каждым ретритом ты просто становишься больше и больше, и там уже другие совершенно трансформации. У меня изначально был запрос пойти в глубину на этом ретрите, и вот, в принципе, поэтому он оказался совершенно другой. Люди здесь, другие-другие энергии. То есть можно ли так сказать, что на первом ретрите происходят одни процессы, а на втором ретрите просто другие процессы, когда тебя еще глубже дораспаковывают? Да, совершенно разные процессы, то есть, ну, как по моему восприятию. То есть, насколько я уже поняла, что на второй ретрит я приехала совершенно другая. Ну, мне кажется, вот этот первый ретрит, он просто меня перещелкнул как-то, и дальше оно вот все пошло раскрываться. То есть, а на втором ретрите такое углубление пошло. Ну, мы сейчас сконцентрируемся тогда вот на мероприятии, которое было в Сочи, будем говорить о нем. Как для тебя были практики, вот новые особенно, которые давала Светлана? Там была медитация по чистке крови, да, вот эта глубокая с бубном. Как ты проживала? Отличалось ли это от того бубна, который был на Алтае, например, да? Ну, то есть, как внутри для тебя это все было? Ну, вот я бы сказала так, что это было вообще что-то космическое, потому что на Алтае я вот тотально прочувствовала только одну практику, гвозди. Видимо, у меня вся энергия пошла туда, и то есть остальные, как бы, такое ощущение, что я их не уловила. Я понимаю, что они все равно происходили, но вот именно я не могла состояние остановить. А здесь вот каждая практика, это какая-то такая была глубина, то есть на гвоздях у меня очень мощный процесс был. На медитациях я видела, я чувствовала, то есть у меня отключился реально мозг в этот момент. Я прям видела вещи, которые у меня внутри происходили с кровью. А вот еще у Иры была игра радуга. Первый раз она вот прошла как фоном больше для меня на Алтае. Первый раз, конечно, на Алтае, да? Да, да, да. А в этот раз я понимаю, что я хожу по этим клеткам, я хожу внутри по каким-то своим процессам. Это настолько было глубоко синхронно. И вот это поле любви еще, Ирина, это, конечно, колоссальная разница, как это было на Алтае, как сейчас, это просто небо и земля. Ну, настолько глубоко прямо. Я приготовила одну небольшую игру, а перед собой лежит лист бумаги и маркер. Вот если бы нужно было в одно единственное слово запаковать твое впечатление от ретрита в Сочи, который мы проводили, напиши это слово достаточно крупное, чтобы мы могли на камеру показать. Ого! Это самое короткое слово, самое важное. Самое важное, да, да, да. Ангелина, я тебя очень благодарю за этот ответ, потому что он такой простой. И реально я его первый раз сейчас увидела, это так классно, это так правда, это так соответствует реальности. По моим ощущениям, лично, персонально тоже. Да, у меня уже вражек. Ну, на самом деле, я тоже хочу поблагодарить всех и участников, потому что благодаря им, наверное, у меня тоже, благодаря вот этому полю, у меня произошло такое прямо. А как ты думаешь, по каким причинам, в общем, это невероятно, что ты именно это слово написала, потому что это же самое ценное, зачем мы приходим, ну, я, например, почему я остаюсь со Светой, что я получаю, это именно то, что меня очень сильно развернуло к себе. Да. Ну, вот я это осознала именно на этом ретрите. Я вот, ну, хочу выразить слова благодарности Свете и тебе, как организатору, и вообще всем ребятам, потому что каждый внес вот что-то, какой-то кусочек, чтобы я вот могла написать вот это слово. А как ты думаешь, вот что препятствует получению вот такого расширенного состояния? Ну, то есть мы же со стороны смотрим, да, и видим, что препятствует какому-то человеку, мне, может быть, да, если я глядываюсь назад на какой-то ретрит, смотрю на себя. Получение вот этого расширения, получение того, что тебе дают в этом поле любви. Ну, тут, мне кажется, даже ничто препятствует, а все приходит по готовности, потому что я понимаю, что препятствий нет, но в определенные моменты ты доходишь до определенных своих границ, да, и ты не можешь зайти дальше, ну, потому что по каким-то причинам тебе надо оставаться вот сейчас здесь. И на самом деле препятствий нет, есть просто путь, он шаг за шагом, и ты всегда на этом пути. Наверное, так бы я сказала. Ангелина, давай еще остановимся отдельно на практике гвоздестояния, которую проводила Ирина Дмитриева. То есть ты была на ней уже не первый раз. Прошла ли она для тебя по-другому? Или это было, может быть, что-то было похоже с предыдущей практикой? Какая роль, по твоему мнению, проводника в процессе? Вот ты, как человек, который уже был внутри процесса, ну, ты понимаешь, что это же вообще не про гвозди. Но мне интересно, как бы ты это описала своими словами? Ну, вот гвозди для меня это, видимо, такая мощная практика. Вот что в прошлый раз, что в этот раз были очень сильные процессы, прям настолько вот виден результат. И то есть, конечно, вот Оля и Ирина, вот эта ее любовь, она позволяет расслабиться и пойти в этот процесс. Потому что каждый раз, что тот, что этот, у меня очень неприятные были процессы. Неприятные? Неприятные. У меня было, выходило очень много боли, выходило, вот, как мы выяснили, с прошлых жизней сжатости, ограничений, да, каких-то негативных установок, негативных программ. Ну, в общем, все, что вот в ограничивающие факторы можно собрать, оно начинает выходить. И это очень болезненный, неприятный процесс. И вот я бы, наверное, только благодаря поддержке Ирины, да, могла расслабиться и вытащить все это из себя. Потому что в обычной жизни, или если ты сам станешь на гвозди, ну, ты это просто не увидишь и не вытащишь. То есть здесь действительно какая-то магия происходит. И я понимаю, что вот каждый раз после этой практики с меня как тонно слетает, и я становлюсь настолько легкой. И там уже просто вот тело готово летать, и душа готова летать. Здорово. Ну, отдельно ты уже сказала про игру «Радуга», да, что это для тебя в этот раз было влекательное путешествие. А как ты думаешь, почему в этот раз она зашла глубоко? Ну, потому что я сама глубже приехала уже другая, да, и плюс у меня был запрос именно на глубину. То есть, когда ты едешь с одним запросом, у тебя одни вещи происходят. Когда ты запрос свой меняешь, с тобой происходят совершенно другие вещи. Я попрошу тебя сейчас написать еще одно слово на другом листе. Это будет слово, оно будет одно, и это напутствие тебе самой. Вот сейчас мы разъезжаемся, ну, не сегодня, у нас сегодня еще классные процессы в Красной Поляне. Вот мы разъезжаемся все по своим жизням, по своим домам. И хотелось бы напутствовать самим себе какие-то важные вещи, на которых мы можем заикариться прямо сейчас. Вот на чем бы ты заикарилась? Что бы ты себе напутствовала? Это прям одним словом надо написать. Напиши, как ты считаешь нужным. Напиши, как ты чувствуешь. У меня другого слова нет, потому что вот действительно все собирается во мне. Помнить себя, помнить, что я есть я. Вот, наверное, так, что фокус внимания на себе. Я, Гелиночка, тебя благодарю за то, что мы встретились, беседовали, за твою открытость, за твою готовность, твое нетерпение поделиться с нами своими инсайтами. Это очень ценно, это очень важно. Ну, это для меня очень ценно тоже. Я надеюсь, ребята, которые будут нас смотреть, они как-то войдут в резонанс с тем, о чем мы здесь говорим. Ну, те, кто готов, они войдут в резонанс. Вот, ребята, мы пишем для вас, кто готов. Да, потому что я каждому желаю пройти вот эту трансформацию, вот этот приход к себе. Ну, это самое главное, что может быть, в жизни нет ничего ценнее, чем соединиться с собой. Слушай, а ты заметила, вот мы с ним разговаривали, мы вообще не разговаривали про еду. Ни про какие там чистки, голодание. А потому что это вообще, ну, не имеет, ну, у тебя и вот я есть, какая там еда вообще? У тебя целый мир в твоих руках. Вообще. О чем вы? Да, да, еда как бы такая маленькая частичка огромного пространства безграничного. Ой, ты же приходила с утра на йогу. А как тебе вообще практика? Расскажи мне, что не понравилось и... А может быть, что не понравилось? Мы занимались вот на открытой площадке в лесу, потом мы занимались в зале. Поделись, пожалуйста, тоже интересно. Да, вот на самом деле я очень благодарна тебе, Галечка, что ты проводила вот эти занятия, потому что они были реально очень необходимы. Все равно мы как бы работаем с сознанием здесь практически все время, а тело, ну, оно тоже должно быть не обделено вниманием. И вот эта вот утренняя йога, я просыпалась, ну, реально процессы были тяжелые во время ретрита. Не всегда ты в хорошем состоянии, так сказать. Но после йоги ты снова как-то начинаешь, ну, вот просыпаться, бодриться, да, и у тебя тело, оно как бы, ну, готово идти дальше. То есть вот эта практика йоги, она была очень необходимым инструментом на этом ретрите, потому что мы же все это через тело пропускаем, и, ну, тело необходима, вот эта вот была разрядка, перезагрузка тоже, поэтому я тебе очень благодарна. Это была, ну, одна не из маловажных частей ретрита, а одна из основных, наверное, частей. Спасибо большое, это ценно, что ты поделилась. И, ну, конечно, тоже мастер такой замечательный, профессиональный, и очень приятно было делать йогу, потому что чувствуется вот эта благость, вот эта любовь, ты приходишь, и у тебя сразу, ну, такое успокоение, ты приходишь на йогу. Класс, класс. Так что супер. Я рада, что мне удалось передать состояние. Это удалось, это удалось на 100%. Спасибо тебе большое. Готовься, скоро будем говорить про Красную Поляну. Осталось буквально два дня. Да, тут тоже много чего можно рассказывать. Ребята, ждите, скоро будет новый отпуск. Нашей прекрасной поездки на Красную Поляну. Ангелия, всем спасибо тебе. Всем спасибо тебе. Надолго не прощаемся. Пока-пока.